Я когда-то в одной книге прочитал, что невозможно быть злым, быть в чувстве гнева, когда ты благодаришь. Поэтому для тех, кто хочет быть более счастливыми, надо практиковать благодарность. Как это делается? Очень просто. Вы можете себе задавать вопрос, за что я могу быть благодарным этому дню, или этому человеку, или этому событию. И когда вы чаще всего будете себя так спрашивать, вы постепенно будете находить ответы, за что вы, собственно, благодарны. После того, как вы нашли ответ, вы можете поблагодарить и вслух сказать этому человеку, за что вы ему благодарны. И тогда вы сами заметите, что у вас внутри начинает меняться, и вы входите в определенную гармонию, у вас все хорошо, вы такой добрый, классный. Но эта благодарность, она должна быть искренняя. То есть искренняя благодарность делает очень серьезную трансформацию вашей души. Это своего рода, я называю, как вызов, как вызов для души, вызов для духовного роста. То есть это такое испытание, когда ты духовно растешь. И не все люди могут искренне благодарить какие-то события, людей и вообще всю свою жизнь за что-то. И вот умение находить за что, позитивно вот рассматривать, вот это делает очень большую трансформацию, и ваша душа вырастает. Как работает этот инструмент благодарность? Между душой одного человека и душой другого человека есть определенная такая невидимая для нас связь. И все души наши, они связаны. И все, что вы чувствуете, все, что вы думаете про другого человека, он это слышит независимо от расстояния. Поэтому, когда вы посылаете определенную благодарность, даже если вы ему это вслух не говорите, а просто мысленно об этом думаете, поверьте, он это чувствует. Знаете, что это так. И бывает так, что мы вот про какого-то человека думаем, и потом, ну, если мы накачиваем вот этот энергетический канал, да, между вами, накачиваем негативными мыслями, то потом это отражается в жизни. Если мы накачиваем позитивными, то это потом проявляется, и у вас налаживаются отношения. Так вот, вы можете управлять событиями и людьми за счет этого того, что вы будете посылать определенную вот такую позитивную энергию, позитивную благодарность. Поэтому часто спрашивайте себя, за что я могу быть благодарен этому человеку, что в нем есть полезного для меня, для моей мудрости, да, как он меня учит становиться лучше. И вы обязательно найдете и будете это применять. Почему этот инструмент называется техникой управления реальности, да, Почему благодарность это делает? Потому что, когда мы излучаем у себя внутри благодарность, мы, это все начинает вот распространяться во Вселенную. А наша Вселенная – это зеркало, это отражение. То, что внутри, то и снаружи есть такое выражение, да, или подобное притягивает подобное. И там, ты заказал, Вселенная ответила, да, вы, наверное, такие фразы слышали. Так вот, когда ты у себя здесь создаешь состояние любви, счастья, благодарности, это все идет и распространяется во Вселенную, в твое отражение. И отражаясь, возвращается тебе такими же позитивными вещами. Поэтому вы можете использовать этот инструмент для создания удачных, благостных ситуаций в своей жизни. Пользуйтесь этим. И сегодня же представьте, подумайте о каком-то человеке и поблагодарите. Если есть возможность, свежите с ним. Если нет, ну, хотя бы мысленно об этом подумайте. Даже если этого человека нет, а у вас осталась какая-то обида на него, знайте, что его душа, она слышит. И поэтому вы можете даже мысленно туда отправить свои благодарности.